Все начиналось вот так. Смотрю и то есть, что в принципе и на что есть желание, с чем поработать. То есть так вот. В общем изначально мысля была такая, сделать из Дамаска. Но думаю Дамаска еще не доделал, это вообще процесс очень длительный, просто многие думают, что наверно там стучал, на другой день уже вот тебе дамасские заготовки и вот все давай делай бритвы, нет, то есть с нуля, если взять вообще с нуля, если прямо там день и ночь жить, то это недели две с половиной. Если еще какими-то другими делами, еще допом заниматься, ну то есть например зарабатывать деньги еще, то у меня получается практически вплоть до полтора месяца, поэтому это долгая история и Дамаск пока в работе, то есть там уже 4 пакета уже скованных, потом где-то 4 пакета, то есть они уже растянуты и уже сжаты в диаметре, то есть как бы в размерах вообще, не в диаметре, диаметр это круга. Вот. И мне останется их зачистить опять вместе, опять сварить, потом сварить уже ковкой и как бы опять все это уплотнять, уплотнять, уплотнять и так далее. Ну в общем так, еще не совсем скоро, поэтому я решил заняться пока еще вот именно зрительными другими делами. И первая мысль была какая? Первая мысль была сделать складные комиссории. У меня правда на сайте одна висит складная комиссория, что-то ее никто не берет. И вот это меня тормознуло. Да, она одна, да, выбор никакой, но одна, но какая. То есть она просто идеальна для складной комиссории. Вот так скажу. И поэтому мне это пока тормознуло. И я решил сделать что? Сделать вот такие вот варианты. Это 22, там 0,22 они на сайте. Они там в виде клина 75% толстые. А это У8 кованые, пакетно кованые. Я решил сделать из них бритвки, но с вогнутостью. Пока не определился стопудово какая будет вогнутость. Это я обычно делаю прямо во время работы. То есть смотрю, достаточно этой бритви для отличной работы вогнутости 1,4, оставляю 1,4. Недостаточно. То есть это чувствуется в работе. А не просто так вот на скидку. Недостаточно, делаю 1,3. Недостаточно, делаю 1,2. То есть как бы вот таким макаром все это работает. Вот так что решил вот. Вот смотрите сами, чем хочу заняться. Взял побольше, наверное, зря, конечно. Но в целях экономии, чтобы себестоимость не прыгнула там вообще тысячам в семнадцати. Вот так вот. А хотя бы где-нибудь тормознулось там в районе 12-14. Вот что-то такое вот уже хочется. Ну сами понимаете, то есть там 3 тысячи может для кого-то не деньги, а для кого-то это приличная сумма. В принципе, даже я переплачиваю 3 тысячи и не всегда готов. Хотя деньги есть. То есть смотря как, смотря где, смотря за что. И поэтому было решено вот в эту сторону посмотреть. А вот с комиссарием может быть в следующий раз. Ну что ж, в принципе, сейчас начинается опять грязновая работа. Как обычно, то есть ничего показывать нечего. Вот та моделька, на которой я буду работать. Вот в таком и сейчас состоянии на сегодня. То есть фасочки, хренасочки, разметочка. Ну эти хвостчики всегда поджигаю. Потому что это мне важно, какая будет твердость в итоге. Но по сути вот в заготовке самой еще, в черноволе нельзя зажигать. Ну в принципе ничего страшного, все будет хорошо. Но углерод чуть-чуть подвыгорает все-таки. Поэтому вот в этом районе это делать нельзя. Дальше я надеюсь, что мой вывод из теста по бритву, который я вам показывал уже ночью. Ну как ночью, у меня было полдвенадцатого ночи по московскому времени. Вот как-то так. У кого как. У кого-то уже было часа два доходило, к примеру, в России. У кого три даже уже ночи. Поэтому тут вот так вот. Я надеюсь, что мой вот этот комментарий к тесту был полезен. Вот реально думаю, что был полезен. Я там один раз оговорился, что Дамаск помягче будет Х12МФ. Ошибка. Но там одно слово, надеюсь, ее не все услышали. Вот. Х12МФ, Д2 сталь. Ну это одна и та же марка. Опять повторюсь. Мягче. Дамаска. В бритье. Мягче. К примеру, если я вот сейчас вот, опять же, кумекую насчет своей бритвы. Я еще пока в такой какой-то растерянности. То есть, что мне все-таки лучше сделать себе. Уже проверенный годами, уверенный рабочий Дамаск. Или все-таки попробовать Х12МФ оставить. Ну и мне проще. Я, наверное, себе бритву делать не буду. Я просто могу взять ее вот из той, которую тестировал. Потому что она же там вся кривая, да, косая. Там линия заточки разной ширины. Ну все, да. Для всех брак для меня идеально. Потому что, ну вот, эта бритва, в принципе, она была произведена для того, чтобы побриться, а не чтобы ходить по выставкам там или красоваться с ней. Смотрите, какая у меня ровная заточка. Нет. Она для побриться сделана. Для побриться она идеальна. А остальное мне не важно, что у меня лежит там на полке. И выходит на свет только во время бритья. Вот как бы так. Но Х12МФ порадовала. Ну, до 2 в том случае была. Ну, одно и то же опять же. Прямо порадовала. Вот это вот то, что она держит заточку. Реально держит. То есть она справилась со всеми этими колючками, щетинами мощными. Таких колючек я еще не видел. С которыми справляется, вот считай, только Дамаск, ШХ-15 и вот получается Д2. Справилась. И справилась мягко. Поэтому я все-таки буду, наверное, ради спортивного интереса, как бы ради разнообразия все-таки посмотрю в сторону этой бритвы. Если ее никто не заберет в ближайшее время. Вот там в этом она видали, наверное, в разделе, как их там, старых бритв-то. Раритетных. Если никто ее не заберет, то я ее забираю себе. Почему я ее забираю именно эту? Потому что, во-первых, ну еще раз повторюсь, что заточка там каким-то там каноном не соответствует. Уже хорошо. То есть меньше разговоров, а мне больше удовольствия. Во-вторых, то, что она не очень длинные лезвия имеет. И поэтому мне удобно. У меня лицо неудобное, как говорится. Поэтому тоже мой вариант. И в-третьих, то, что там оправа не кость какая-то там мудреная, а попроще. У D2 там акрил. Хотя я больше бы хотел все-таки G10, который на ШХ-15. Но раз уж акрил, значит акрил. Не торопясь, шел третий день. Плавно, ровно все получается. Ну куда им деваться-то, да? Вот в таком вот состоянии сейчас. Это грубая обдирка. Ободрал. Можно было бы еще и ободрать по-грубому. Но тут можно потерять геометрию. Поэтому я горячий. Еще. Вот я ее так промаркировал еще вчера. Восьмерочка мелкая получилась. Первая цифра это восемь. Ну то есть то, что у восемьа, а то, что пакета кованая, я как тут напишу. У меня нет таких клеем. Вот так вот это выглядит. Вон там кромочка еще. Для закалки оставлена. Чтобы не пыло. Вот сейчас буду еще раз выравнивать. Еще раз буду их рихтовать. И подготавливать к термообработке. Ну что ж, закончился третий день работ. Ну, судя по тому, что вы видели в начале дня и видите в конце дня. В принципе, можно сказать, ничего не изменилось. Но с того момента я выровнял плоскости. Чтобы вот, когда клеймо вдавливаешь, рядом металл выдавливается. И получаются такие микро-кочки, за счет которых нельзя определить плоскость. То есть, ровные на неровные. И чтобы это понять, нужно это шлифануть сначала. Потом произвел термообработку, зачистку, подводы подвел острие. И это все. Ну да, вот столько вот длится работа. То есть, не вот там раз-два готово. Вот так вот. Теперь это каленые, подготовленные к шлифовке клинки. Вот и все. Сейчас я перекуриваю. Собираюсь по прочим делам. Потому что здесь уже реально жарко. Не справляется кондиционер никак уже. Потому что тут внизу печка остывает, которая их закаливала. И выдает столько тепла, что уже никакие кондиционеры, ни вентиляции вообще ничего не смогают. Ну, вынужденная остановка. Ну, в принципе, уже день закончился. Так что тут, если я и подергался бы, еще максимум час. Не более. Вот. Да, еще что хотел сказать. Пока тут я вот горбатился, пришло мне сообщение на WhatsApp. Как бы с отзывом. То есть, человек получал бритву. Отправлял заточнику. Заточник сказал, я не буду затачивать. Она крошится. Вот. Ну, человек, то есть, этот заказчик, он уже напрягся. Думает, ну, все, дрындец. Ну, как напрягся. Мы договорились. Если что, там, то есть, с возвратом средств даже. Все дела. Все дела. То есть, как бы все сделали. Но вот это катание, ему тоже оно надо было. Правильно? Вот. Он присылает мне ее обратно. Я ее затачиваю. Вообще без проблем просто. Ну, я не видел там никаких-то таких моментов, которые могли бы просто реально это дело тормознуться. И какие-то проблемы могли бы возникнуть. То есть, я вот эти вот сколы, которые там сделаны были правил минут то ли 15, то ли 20, не помню. И где-то с полчаса я возил ее, то есть, на финише, чтобы хорошего залипания там. Но Гуанси только, кстати, без знакаямы достичь. Вот достиг залипания хорошего. И все. Отправил обратно человеку. Например, чуть-чуть шваркнул. Вот. Он побрился. Написал большущий отзыв. Ну, я очень рад. Очень рад, что Бритовка зашла. Ну, и деваться некуда. Она обязана зайти. Потому что я работал для того, чтобы она зашла. А не для того, чтобы она просто была. Это во-первых. А во-вторых... Нет, все же еще во-первых. Я хотел бы поблагодарить за теплые, добрые слова. Мой адрес. То есть, в адрес моей работы. Но, во-вторых, я хотел бы добавить то, что о своих Бритвах я знаю все. И не только о своих. Но о своих я знаю особенно все. И поэтому, в принципе, я очень рад, что вот такой отзыв пришел ко мне и порадовал душу. И дал как бы еще заряда, чтобы вот это вот все дальше продолжать. Спасибо вам на добром слове. Реально заряжает. Ну, реально заряжает. Вот без этих слов я бы тут столько думок передумал бы. И не знаю. Всякое в голову лезет. Сами понимаете. Ну, все. Я перекурил. Здесь уже жара 36. Это в самом низком месте. Поэтому я тут как бы пока не сварился. Буду собираться, заниматься другими делами. Надо все везде успеть. Я один, а делов много. Поэтому в следующем видео, я думаю, что-нибудь уже интересненькое я тут сотворю. Уже вогнутуюсь какую-то зафигачу. День четвертый. Приветствую. Показать сегодня особо нечего будет. Потому что электричество то и дело выключают. Честное слово устал. Только вот разбежишься и опять тормозишься. Но вот по сути, ничего по сути опять не изменилось. То есть вот с лезвием. А вот с общими чертаниями, то есть как бы, есть изменения. Уже похоже. Уже на клин похоже чем-то так, да? Ну, буду продолжать. Насколько меня хватит. Именно меня уже хватит. Насколько. Потому что вот примерно начал работать. Пять минут работаю. Бам! Нет электричества. Десять-пятнадцать минут. Потом включаю. Пятнадцать минут. Нет. Нет. В смысле работаю. Бам! Еще на полчаса. А нет электричества. Ну, сами понимаете. Сколько вытяну? Столько вытяну. Посмотрим. Ну, раз уж так пошло. Хочу сказать огромное, огромное спасибо всем, кто мне присылает подарки. Я, честное слово, весь в подарках. Я даже уже, то есть вот собрался вот-вот на днях поеду покупать себе еще пару полок под подарки. То есть именно полок, не вот там что-то. Потому что мне прям конкретно, прям завалили. Я вот, я пример вот того же мыла для бритья вообще чувствуется мне на всю оставшуюся жизнь. Вот просто даже за глаза запасом. Ох. Там всяких этих прибамбасов там с запасом. Теперь у меня еще и, у меня были пробники, мне вот, то есть как бы всяких там разных этих после бритья автошеев. Теперь у меня еще полноценный пузырек. И причем вот Урмос прислал вчера. Я вам картинку вставлю. Смотрите сами, какой подарочек. То есть он мне сначала камни прислал. Прислал камни, которые вообще отличные, просто идеальные камни для заточки. Один камушек еще. Вот я ему ищу кого-то, кто его выголодит прям конкретно. Потому что алмазы мои не берут его. Теперь он мне прислал, поблагодарил за шикарные клины, которые ему были отправлены. И прислал мне вот еще целую посылку подарков. Вот на фотке вы видите, наверное. То есть я до сих пор в каком-то таком вот эвфории нахожусь. Ну да, пора бы уже, конечно, зазнаться. Но это у меня в ДНК не заложено. Поэтому зазнаться не получится. Но то, что в душе праздник, постоянный праздник, это здорово. Вот. Игорь из Нефтьюганского мне сколько уже подарков зафигачил. Там вот держатель мне вчера прислал, чтобы мне в случае чего себе забуду флешку камеры, чтобы на телефон можно было снимать удобно. Он мне все вот эти вот пробники всех этих автошейвов, он мне просто тоже прислал, подарил. Мыла подарил, такие мутные тоже. Кстати, одним сейчас вот пользуюсь. Прям, ну, идеалом. Ну, как идеал. Идеал из того, что я пробовал. А из того, что еще не пробовал, там, в общем, караул сколько делов. А камеру, вот на которую я сейчас снимаю, и все мы смотрим вот эти вот обзоры, там, новости. Опять же, от Игоря из Нефтьюганска. То есть, взял, просто подарил. Вот так вот, пока я там собирался, пока там денежку не знал, куда в первую очередь отложить. А он просто взял и подарил. С тремя матрицами. То есть, со всеми делами, шустрые. То есть, для того, чтобы вот мы все видели изображение более правильное, четкое и в резкости моментальное. То есть, как бы вот так вот. Ладно. То есть, Вадим мне из Омска прислал гору подарков. У меня тут родные и близкие даже уже им пользуются. Потому что я не могу осилить все. Вот даже так. Из Краснодарского края Викторовне табачка. Табачка подкидывает из своего огорода. То есть, сигаретки там вот такие специальные пустые гильзы. Забиваю, курю. Ну, блин. Ну, покурил разок. Почти полдня курить не хочется. Насколько реально натурально. Вот как-то так. Блин. Не жизнь, а сказка. Все, что да. В общем, все хорошо. Еще. Хотел я сказать пару слов вот о этой бритве, которая приехала из Невсиуганска. От Игоря. Которая была у нее на тесте. Это бритва. Ну, не смотрите на ее внешний вид. На ее размеры. Это был пробник, который я сделал реально на бегу. Просто на бегу. Вот. Практически не глядя. Тут суть в том, что сталь полностью сырая. Она кованая. Пакетно кованая. Но сырая. Вообще не закаленная в смысле. Закалку не проходила. И вот Игорь ей побрился. Она, говорит, под конец уже там уже не резвая была. В общем, в итоге она подсела. Он отправил ее мне посмотреть, что да как. Я недолго думая ее на ремешок запустил. Вчера вечерком. И ее заточка стала еще лучше, чем была до того. То есть она выправилась. Из чего выводы навязываются такие, что это я просто взял и повторил. К примеру. Любой клин 19 века европейского происхождения. Один в один. Поэтому, думаю, все-таки может быть штук пяток. Я как-нибудь забахаю на сайт. Именно сырых бритв. Если вам надоели, к примеру, там уже убитые, там просевшие. какие-то варианты вот тех вот позапрошлого, когда века. То, пожалуйста, будет у вас точно такой же новый вариант. Потому что это реально точь-в-точь. Так же ведет себя любая, к примеру. Там англичанка, француженка, там вот. Который подсела, поправил. Подсела, поправил на ремешке. Вот такой вот вердикт вот этому варианту. Тут, конечно, да. Сами понимаете, это же не лезвие, это сабли. В принципе, лезвие должно быть, сейчас скажу, вот такое. Полоценное, нормального размера. Ну, вот что было под рукой, то и сделал. Потому что делалось на бегу. Теперь у меня бритвка будет валяться просто. Валяться она будет потому, что я не бреюсь такими вещами. Потому что у меня, во-первых, она моментально садится на моей щетине. На моей У-8 такая вот садится моментально. Поэтому она будет просто валяться. И с многими другими европейскими старинными бритвами. Вот. И во время бритья правка это тоже не мое. Причем мне править ее придется просто больше, чем бриться. И намного. Вот, пожалуйста, тоже факт. То есть, я попробовал, оценили. То есть, она и на стране побывала. Вот, за Уралом. Как говорится, там проверили ее. Ну что ж, электрики позволили немного шлифануть. Вот это, если после шлифовки, полировки, подводки, всех этих премудростей, будет одна четвертая. Вот сейчас, на данный момент. Они будут подзвянкивать. Но звянкивать они будут как-то так коротко-коротко. Прям так цынь. Так и все. На этом... Поэтому, пока сейчас вроде свет дали. Особо перекуривать не буду. Попробую махануть. Потому что, в последний момент, они мне тут два часа порадовали светом. С лишним даже. Ну, мне надо еще четыре. Чтобы сделать хотя бы одну третью. Примеры вогнутости. Я думаю, здесь одна вторая будет неправильной. Из-за обушка. Если одна вторая. Погнали. Ну, все. Я понял одно. Что сегодня я успею сделать. Вогнутость. Которая будет уже закреплена впоследствии. Которую у нас будут шлифануть. Полирнуть. Выровнять опять. Много раз. Вот сами смотрите какая-то. Что-то между... Нет. Одна третья. Это уже не одна четвертая. Это уже не... Это еще не одна вторая. Как быстро прихватывается. Ну, это ржавшая. Милкая такая поверхностная. Она сточится еще много-много раз тут слоями. Вот. Ну, звонкости еще... Да. Ну, и рановато, извините. Она должна еще быть намного тоньше. То есть, как бы, намного звонче. Ей предстоит еще много повидать напряга. Ну, вот так вот. Сегодня точно все. Конец. Сoisь и виноват. Есть? Конец. ipples. Составляем. По телам. Тема. По телам.